Я Влад Чижов, мне 45 лет. Еда, у меня обострённое чувство справедливости. В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Я знаю, как вычислить и обойти людей, для которых киняк – это бизнес. И как помочь людям, которые под этих уродок уже попали. Беру ли я за помощь деньги? Нет. Есть проблемы? Будем решать. Меня в тарелке таракан. Менеджера позовите. Посмотрите на цирк за моей спиной. Здравствуйте. Что могу вам помочь? Такое в салатах. Простите, пожалуйста, мы заменим вам блюдо за счёт заведения. Извините, пожалуйста. Что значит вы блюдо замените? Что у вас на кухне творится? Простите, пожалуйста, успокойтесь. Мы поменяем вам блюдо за счёт заведения. Сделаем вам комплимент от шеф-ковара. О каком комплименте идёт речь? Девушка, вы знаете, это не первый раз. Я вот сейчас всё зло с нашёл. О, да у вас тут целая банда. Не первый раз. Меня тоже уже здесь плохо обслуживали. Правда? Тут согласитесь, с виду вроде нормальное заведение. Творится беспредел полнейший. Значит так, девушка, послушайте меня сюда. Я из коллеги адвокатов. Я вас по судам затаскаю за то, что вы здесь вытворяете. Давайте решим вопрос. Вы хотите, чтобы я вам только инспекцию сюда вызвал? Или санэпидемнадзор? Они, поверьте, найдут вас. У вас в холодильнике, на кухне, на баре. Менеджер, девушка очень слабая. Прям поплыва. Давайте пройдём в другой зал и решим вопрос спокойно. Давайте попробуем решить, конечно. Давайте, давайте решим. Как мы будем решать, пожалуйста, я вас не оставлю, я вам помогу. Поговорим. Пожалуйста, давайте пройдём. Что это такое? Кошмар. Такого я ещё не видела, безобразие. Да, видимо, новое поколение не читает классической литературы. Это же о Генри, когда девушка хотела покушать бесплатно в нью-йоркском ресторане. Девушка-менеджер, к сожалению, очень неопытная, потому что нормально директор выгнал бы этих пархиндеев ровно через 10 минут. Всё заведение просматривается камерами. И этот кидняк очень-очень легко увезти на чистую воду. Больше чем уверен, что сейчас достанет им из кассы деньги. Ей придётся расплачиваться и собственная зарплата. Так что, думаю, надо девушку спасать. Пойдём-ка проследим за ними. И правда таракан, с собой что-нибудь принесли. А вот и наша мадемуазель с тараканом. Грамотно выходят, не вместе, чтобы не запалиться перед камерами ресторана. Ребята, проследите-ка за ней с камерой. Вот, а это адвокат. Так, давай-ка мы его поводим немножко. Есть у меня предположение, что он с этой своей напарницей должен где-то встретиться. Ушла-то она пешком. А вот и наша дамочка. Всё, тупиковый двор. Деньги они там делят, наверное. О, занервничал. Дальше-то ехать некуда. Молодой человек, у меня же сигнал. Чё будешь-то? Огоните машину, дайте выехать. Выехать куда? Куда, какая разница, куда? А ты приехал, всё, дружище, а ты приехал. Куда тебе ехать-то? Всё, ты приехал. Чё происходит вообще? Происходит следующая история. Ну чё, бомбим рестораны? Какие рестораны? Выбираем менеджеров неопытных, хлопаем, на двадцатку их нажали или тридцатку, сколько взяли денег-то? Какие деньги? Ты чё несёшь вообще? В ресторане. Кого ты развёл? Так, это нарушение прав сейчас называется. Так. А я адвокат вообще-то. Отлично, документы покажи. Чё это я тебе документы должен показывать? Потому что он тебя... Я сейчас полицию сам вызвал. Потому что он у тебя фуфельный. Да? Правда же? Полицию говорю, сейчас вызвал. Ну ты же не адвокат. Ну ты же фармазон. Ну какой ты адвокат? Я тебе не дам скинуть твою ксиву поддельную. Ты же себе срок намотал тут же. Всё под камерами. Ещё одна незадача. Я вот на видео записал, когда ты ксивы трёс, а? Прикинь. Какое видео? Чё ты там записал? Иди, иди, я тебе покажу. Давай, покажи. Иди сюда. Давай. На, посмотри. Дворится без предел, полнейший. Значит так, девушка, послушайте меня сюда. Я из коллегии адвокатов. Я вас по судам затаскаю. Ладно, чё тебе надо-то? Деньги верни в ресторан. Вернёшь и разойдёмся. Но мадам возьмёшь с собой. Мадам, пойдёмте-ка в ресторан извиняться. Давай, выходи, пошли. На заднюю садись. Я за вами поухаживаю. Позволите? Глазом не повела. Все, будем тебя. Ну что, пойдёмте сдаваться. Что за съёмка у вас на разрешение есть? Не согласовывали, разрешения нет. Но я надеюсь, у нас проводите к менеджеру. Сейчас походу согласуем. Не, не надо с ним. Хорошо. Проходим, не стесняемся. Даша, хватит плакать. Здравствуйте. Что происходит у вас на разрешение на съёмку? Меня зовут Влад Чижов. Знакомы вам эти персоны? Да, они были. Деньги давали им? Аферисты ресторанные. Чешут рестораны. Бомбят их просто как пряники тульские. В общем, они одумались. Я не знаю, может быть, погода. Но они решили деньги отдать. Правда же, да? Да, правда. Пересчитайте, столько они у вас брали. Да. Я из кассы брала. Тихо, тихо. Куда уходим? А за счёт заплатить? Сколько у них по счёту было? Две четыреста. Сдачи не надо. Что, и чаю не попьёте? Проводить ей капчу не вышло. Даша, ну как же вот так? Я первую неделю работаю. Первую неделю? Вы забыли. Ваш самый лучший друг – это камеры. Любой безопасник бы увидел, как они таракана подложили. Я испугалась, что это у нас, что-то на кухне не так. Нет. Вот так вот. Всё, будьте осторожны. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, до свидания. Я благодарю всех своих подписчиков, которые в моём блоге делятся своими бедами, дают сами друг другу советы и, в общем-то, даже иногда помогают друг другу. Если уж они попадают в какую-то историю, они говорят так. Влад, мы уже попали, но на нашем примере расскажи, пожалуйста, другим, чтобы люди не вляпались в такой же разводняк. Сегодня я расскажу, как в межсезонье разводят автолюбителей. Суть этого нехитрого кидняка рассказал мне мой подписчик Юра из Питера. Тебе, кстати, большой привет. Все автолюбители сталкиваются с проблемой в межсезонье, как хранить и где хранить резину. Этим как раз пользуются всякого рода аферисты. В общем, что я сделал? Я заказал простенький сайт, разместил на нем фотографии склада с резиной, написал о том, что у меня особые технологии хранения и учета этой резины, заказал фирменные, в кавычках, бланки с печатью, типа ответственное хранение, и потратил небольшие деньги на рекламу. Мне стали поступать звонки, один из которых мы прямо сейчас отработаем. Сегодня я расскажу, как в межсезонье разводят автолюбители. Я заказал простенький сайт, фирменные в кавычках, бланки с печатью, типа ответственное хранение. Мне стали поступать звонки, один из которых мы прямо сейчас отработаем. Так, а вот и мой дружище Егор. Привет. 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 Егор, привет. Здорово. Хочу представить, это мой друг, товарищ Егор. В общем, я напоминаю, мы с тобой занимаемся сезонным хранением шин. Ты подставной сотрудник крутой компании. Крутой лицо посерьезней. Посерьезней мы сделаем вопрос. Нас заранее не повяжут там на месте. Не боись. Мы быстро все отработаем и все будет хорошо. Так, я тебе отправлял бланки. Ты распечатал? С печатью. Все, отлично. Адрес я тебе заранее выслал. Есть. Так, остается дело за малым. Надо поставить камеры. Так, вот как раз вместо пугольца мы ее поставим. Так, отлично. Все, адрес у тебя есть? Есть. Я за тобой. Так, ну что, мы в адрес. Смотрим. Давай, Егор, смелее. Здравствуйте. Вы заказывали услугу от вывоза колес на ответственное хранение? Сейчас, секундочку. Пройдите, пожалуйста. Сеня, так тебе. А? Что? По поводу покрышек. Здравствуйте. Здрасте. Вы заказывали вывоз колес на ответственное хранение? А, да, заказывал. Ну, я посмотрел сейчас вот эти, очевидно, колеса, да, которые... Да, 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 они здесь стоят, пылятся, соседи жалуются. А мы сейчас с вами заключаем договор. Я даю вам расписку, что я забираю эти колеса. И забираю. Ладно, здорово. Ну, давайте. Давайте. А, сколько вы еще раз говорите? Три двести. Три двести, сейчас. Так, вот как раз. Вот, пожалуйста. Тысяча, две, три. И вот, двести рублей, пожалуйста. Отлично. Вот в двух местах подписываете. Хорошо. А еще где? Следующий лист. А, и вот здесь, да? Угу. И все? Да. Один экземпляр остается у вас. Я вам сейчас его выдам. Вот, пожалуйста. Хорошо. Это я забираю с собой. Ставлю метки на ваши колеса. И через полгода или по звонку вам их обратно приблизу. Здорово, спасибо. Все, успехов. Спасибо. До свидания. До свидания. Да ладно. Сработало. Вижу, вижу. А хозяин даже не вышел проводить. Даже не поинтересовался там. Так, на всякий случай, номерок срисовать с машины. Отличная резина. Практически полсезона. Прям буквально под фантик с нарисованной печатью. Ладно, что, пойдем сдаваться. Какая еще там квартира? Отлично. А вы радуемся сейчас. А серьезное лицо ждет, я не могу. Достаточно серьезное лицо. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вот как раз хотели взять интервью у людей, которые резину раздают. И заказать. Можно у вас заказать колеса? В общем, кто такие, простите. Ну, вы же раздаете резину. Я хотел себе на джип заказать. Я не раздаю, извините. По-моему, ошиблись. 20-й. Мне нужны 4 20-ых колеса. 20-й дюйм. Я понимаю, какой-то розыгрыш, но мне кажется, вы ошиблись. Подождите. Ну, как мы ошиблись? Вы же только что отдали резину. Нет, я отдал резину. Я отдал резину. Ну, вы отдали-то ее по фантику, правда? Какому фантику я отдал? Я отдал по договору резину. На полгода хранения. Потому что я переобулся уже. Мне хранить резину негде. Если было, я бы не отдал. Давайте сюда этот договор. Ир, принеси договор, пожалуйста. А я думал, вы раздаете всем резину. Ну, хотел себе заказать на вжип. Ведите себя прилично более-менее. Да, да, да. Сейчас буду вести себя прилично. Вот договор, пожалуйста. Отлично, договор. Прекрасный. Вы проверяли его? Ну, как проверял? Ну, как? Я звонил, я заказывал. Я подавал заявку. У них там очередь была определенная. Я сделал все, как бы. Так. Вот он, человек приехал, рассчитался. Забрал, увез на склад. А вы проверили адрес склада, например? Ну, ну, какой здесь адрес? Давайте-ка наберем его. Печать из-за света. Что по этому адресу? Что? Аквапарк? Че за... Обалдеть. Че за... Че за золотая, понять. Телефончик есть? Хотите позвонить? Вот, можете с моего позвонить. Дайте, пожалуйста, сейчас. Пожалуйста. Сейчас, сейчас. Правильно, правильно. Валерьяночку несите. Угу. Я вас прошу, давайте мешок. Абонент, не абонент? Че-то я... Ну, да, какая-то... А... А... Че за подстава? Меня че кинули, что ли? Ну, наконец-то! Вы отдали сейчас только что незнакомому человеку резину. Нет. По фантику? Это фантик. Вы не удосужились даже проверить, что это за люди. Да... Ну как же? Слушай, иди. Говори. Все, иди. Нет, ну... Ё-моё! Каждое колесо под 8 тысяч стоят 4... Ага, и своими руками еще трешник сверху дал, да? Твою дивизию, блин! Ладно, все, хорош паниковать, пошли, спасу твою резину. Как? Пойдем вниз, идем. Нарисуешь? Идем. Сегодня я расскажу, как в межсезонье разводят автолюбителей. Мы с тобой занимаемся сезонным хранением шин. А то есть вы сейчас заберете прямо? Конечно. Сработало. А хозяин даже не вышел проводить. Че за подстава? Меня че кинули, что ли? Ну, наконец-то! Пошли, спасу твою резину. Так это же он у меня колеса забрал. Ну, тихо, тихо, не паникуй, не паникуй, тихо, подожди, сейчас все тебе отдадут. Где мои колеса-то, нет? Тихо, 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 тихо. Колеса где? Верни. Спокойно. С колесами твоими, все в порядке. Давай, наверное, покажем ему колеса. Иди сюда. Ребята, для чего вообще все это надо? Кому это надо? Ты мне можешь объяснить? Дружище. Развод этот весь. Это надо всем. Сейчас в межсезонье народ меняет колеса. И среди нормальных коммерсантов полно всяких прохиндеев. Вот твои колеса. Проверил? Твои? Ну, не хватай, не хватай. Сейчас я тебе кое-что предложу. Мои, мои колеса, да. Ну, во-первых, я тебя очень прошу. Хочу показать это в своем реалити-шоу, чтобы другим людям было уроком. Согласен? Хорошее дело, согласен. А я тебе, во-первых, деньги возвращаю. А за беспокойство я на нормальном складе оплатил год. Бесплатно тебе будет хранение колес. И Егор поможет тебе совершенно бесплатно доставить колеса на склад. Все, держи. Здорово. Спасибо. Все? Спасибо, да, все, спасибо. А проверить? О, колеса-то проверить. В общем, разбирайтесь с колесами, я вас покидаю. Да, точно проверить надо. Ладно. Счастливо. Егор, тебе спасибо огромное. Довези, пожалуйста, ему гус. Счастливо. Спасибо. Ну что, тема отработана. Мой вам добрый совет. В течение года можно найти время для того, чтобы найти нормальных коммерсантов с нормальным складом, который могли бы хранить вашу резину. И даже если вы находите такую контору через интернет, ну, потратьте вы 15 минут своего времени. Стольких проблем можно избежать. Озинокая девушка на вокзале. Лакомый кусок для любого профиндея. Мы сейчас будем высматривать девчушку, которая едет на отдых одна. В голове у него уже курортный роман. Как обычно, в чемодане она везет все самое лучшее, что у нее есть. В общем-то, в кармане или в чемодане есть наличные деньги. И обязательно есть карты. Именно такую мы сейчас найдем на вокзале. И я вам покажу на личном примере, как делать не нужно. На вокзале снимать нельзя. Взяли свой знаменитый барсик. Ну что, наша задача сейчас купить карту и зарезервировать за собой место. Вот, видите, я кладу в эту камеру хранения ничего. Все. Остается ждать курортницу. Ищем, смотрим. А вот и наша курортница. Девушка, давайте я вам помогу. Больше тогда вы. Да, более тяжелая у вас. Спасибо. 31-я. Да. Все, заморгала. Вот она, ваша карта. Она там. Спасибо вам большое. Я тоже сдал вещи. Да мне лететь далеко просто. Да. Ну, лечу в Европу. А вы куда летите? Я тоже в Европу. А, куда? В Барселон. Да вы что, серьезно что ли? Да. А каким рейсом? Ну, вот на Ку. Да ладно, я тоже. Да? Нет, это шутка такая у него. Нет, серьезно, серьезно. Не хотите кофейку попить? Ну, ладно, давайте. Как вас зовут? Меня зовут Юля Анастова. А меня Валера. Очень приятно. Ну, пойдемте. Будет смешно, если мы с вами будем сидеть рядом в самолете. А я, кстати, не знаю. У меня в чемодане все мои документы. Я специально не стал с собой брать. Потому что мало ли, выпищат. А вы тоже, наверное, положили кошелек в чемодан? А, потому что, ну, мне просто рассказывают право, что это вообще какой-то город шесть, и что здесь все так тырят, и поэтому лучше вот сдать руководку с какой-нибудь карточкой. То есть кошелек вы положили в чемодан? Ну, конечно. Спасибо. Скажите, а у вас есть имбирный чай? А можно нам чашечку сразу имбирного чая? Я, наверное, пойду все-таки руки помою, с вашего позволения. Ну, вот, совершенно безобидно слился с ресторана. Я надеюсь, все вы видели, как я поменял ей карточку. Вот она, ваша карта. Пойду заберу ее вещи. Ну, что, сидит эта бедная девчушка, ждет меня в кафе. Мы-то на самом деле нормальные люди, сейчас ей чемодан, конечно же, вернем, как-то отблагодарим за ее стресс. А на самом деле все так и происходит. Вы зевнули, у вас забрали карту, получили багаж, и вместо отдыха вы получите одни головники. Ну, ладно, ладно, не пугайтесь, Юлечка, узнаете чемодан? Да ладно, все, улыбнитесь, ничего с вами не случилось. Чемодан, говорю, узнаете? А, обязательно надо снимать. А как вы хотели? Вы хотели, что вам вернут чемоданчик и не будут снимать? Ну, я свой, так, ладно. Да все в порядке с ним, я его не открывал. Да, это мой чемодан. Ну как, во сколько мы оценим чаепитие с незнакомым мужчиной на вокзале? Я думаю, что здесь минимум десяток платьев, да, достаточно дорогих, украшения, ваши документы, еще наверняка деньги, да? А теперь представьте, что вы оказались в чужом городе без документов, без денег. Куда пойдете? Вот ровно столько стоит ваше чаепитие с незнакомым мужчиной. И никакой я вам не Валера. Меня зовут Влад Чижов. И снимаю я видеоблог о всякого рода мошенничествах. И вы только что купились за три копейки на такую мелочь. Я когда ставил ваш чемодан наверх, я просто поменял карты. У вас карта? Открывайте, смотрите. Под номером 13. Правильно? Да. Так вот там воздух, там ничего нет. А что мне с этой карточкой делать? Теперь уже ничего. Ох, Юля. Ладно. Я очень надеюсь, что вы разрешите мне вот это все показать в своем видеоблоге. Возможно, кому-то это будет уроком. Надо быть очень осторожным, а тем более в чужом городе. И документы желательно все-таки держать при себе. Или хотя бы их купить. По-моему, я вас так сильно раздавил этим событием. Надо как-то исправляться. Все хорошо на самом деле. Чемодан при вас. Чайок горячий. Пьем. Ну. Ну, я рада, что я оказалась в хороших руках. И меня облапошил все-таки добрый человек. Ну, слушайте, на это надеяться не стоит. Потому что цена вашей беспечности я вам только что рассказал. Поэтому давайте сделаем так. Вы мне все-таки разрешите показать это в видеоблоге. Возможно, каким-то девчонкам это будет наукой. Знакомиться можно. Общаться нужно. Но никогда не теряйте нюх. Да, я согласна. Можете на примере меня показать девочкам, что так делать нельзя. Чтобы как-то реабилитироваться перед вами, я бесплатно вас довезу в аэропорт. У меня машина. И лучше вы гуляйте там, а то вы тут приключений найдете себе на площади Белорусского вокзала. Еще ни одно и ни два. Вот. Это раз. Ну, и, соответственно, с меня обед. Спасибо. Тогда раз знакомство. Розыгрыш бытовой техники. Розыгрыш бытовой техники. Подходим, не стесняемся. Розыгрыш бытовой техники. Надо заполнить нашу анкету. Мы разыгрываем пылесосы, утюги, мультиварки и блендеры. Давайте тогда. Давайте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, фамилия, имя, отчество. Насколько раз я предупреждал. Будьте осторожны с телефонными мошенниками. И знаете, что мне отвечают? Насмех подымают просто. Молодые пацаны, подписанные на мой блог, пишут. Влад, братан, да это уже не работает. Вчерашний день. Это работает только на идиота. Вот уж не знаю, кто идиот. Но дело в том, что это работает. И людей разводят. Люди попадаются. Рассказывать о том, где они берут базы данных, я не буду. Сами знаете, базы данных воруют. Я, в общем, решил устроить небольшой цирк. Моя знакомая, Нина, вон она стоит, около метро, организовала псевдолотерею. Типа вы оставляете свой телефон, персональные данные, ну и, короче, принимаете участие в лотерее. Бытовая техника, ну и так далее. Розыгрыш бытовой техники. Подходим, не стесняйся. Что вы думаете? Люди, не стесняясь и не задумываясь, оставляют свои телефоны и персональные данные. В огромных количествах. Я за час собрал уже целый файл. А вот как использовать персональные данные, которые вы так опрометчиво оставляете? Я вам покажу чуть попозже. Вы просто назовите телефончик, по которому можно с вами связаться. 8905. Отлично. 8905. 123. 34. 74. 427. 427. А просто сам выбираешь или что достанется? Ну, а вам бы что хотелось выиграть? Плесос. Плесос. Господи, наивная простота. Наивная простота. Как же она дорого стоит людям. 74. Отлично. Место прописки. Незнакомому человеку, бабе в кепке, просто дали все. Имя, фамилия, отчество, телефоны, адрес квартиры. Все дали. Просто кепку фирменную надела. Спасибо. До свидания. Перезвоним вам. До свидания. Розыгрыш бытовой техники. Да, ну попробуйте. А наша компания разыгрывает бытовую технику, пылесосы, мультиварки, кухонные комбайны и утюги. Можете заполнить короткую анкету и на следующем деле при помощи генератора случайных чисел мы выберем победителя. Давайте попробуем. А в чем смысл? Ну, мы исследуем. Да нет, ваши данные не будут использоваться в каком-то публичном доступе. Ну, хоть поинтересовались, будут ли где использовать их персональные данные. Люди заинтересуются нашим товаром. За час единственный человек поинтересовался. Вот эта вот девушка. Да, давайте, давайте заполним. Давайте ваши данные оставим. Давайте. Помимо отчества надо. Да. Селеси Викторовны. Все равно дала. Поинтересовалась, но все равно дала. Неужели так хочется пылесос? Хорошо, телефончик для связи. 8-9-1-7-1. А вы говорите, на идиотов рассчитано. Ну смотри, целая хипа. Обалдеть просто. Это меньше, чем за час. Столько тебе люди наоставляли. Рассказывают, где живут, называют номер квартир, про детей. Не знаю, только ключи под коврик. Обалдеть просто. Не, спасибо тебе, что ты помогла мне тут такой устроить фестивальчик небольшой. Не забудь, пожалуйста, зайди в автобус и сними камеру. Ладно, пока. Все, счастливо. Я на живом примере прям покажу, как мошенники могут использовать ваши персональные данные. У меня их целая стопка. Вы даже себе не представляете, какой это капитал, сколько это денег. Сотни сообщений мне в блог о телефонных мошенниках. Сотни. Но вы понимаете, что бороться с этими мошенниками практически невозможно. Вы их не найдете. Вы деньги отправляете на карту, они деньги сняли, и все. И все. Бороться с этими мошенниками можно только одним способом. Быть готовым к этому разводнику. И во всеоружии принять, если вы поймете, что вас разводят. Вот эти анкеты мои помощники собрали за менее чем за час работы. Я выбрал одну анкету вот из этих. Для меня она показалась наиболее простой для отработки. Вот я сейчас изучал видео и понял, что люди доверчивые, улыбчивые и в некотором роде наивные. Супруга Наталья Петровна и муж Валентин, дальнобойщик. Дальнобойщик, это значит несколько дней отсутствует дома. Можно ситуацию прогнуть под себя. Не забывайте, именно так и мыслят мошенники. Именно так они и собирают информацию о вас. Так. Алло, Валентин. Здорово, бродяга. Здорово. Это Егор. Помнишь, мы в Шатске с тобой стояли, борщ с пампушками ели. Ты на Москву шел, а мы тогда на Казань. Братук, сейчас за рулем. Сейчас на Ростов иду. Просто не могу особо. Ну, наверное, наверное, было дело. Я просто хотел, думал, за грибами тебя уговорить. Когда будешь-то в Москве? Через четыре дня буду. Сознание договоримся. Услышал. Позвоню тебе потом. Договоримся. Ровной дороги тебе. Пока. Спасибо. Ну, вот как так? Ну, вот он даже телефон мой не знает. Все взял и выложил, что четыре дня его дома не будет. Так что, в общем, ситуация к кедняку-то и готова. И я в эту тему хочу привлечь своего знакомого. Он, конечно, не психолог, но манипулирует чужим сознанием. Может и умеет. Но прежде. Вот это все надо уничтожить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас в машину сядет ко мне один человек Лица его я, к сожалению, показать не могу Я его еле уговорил поучаствовать в этом мероприятии Давайте подождем его снаружи Прошу, ребят Здарова Не буду называть тебя по имени Так что твою конфиденциальность я сохраню Спасибо, что согласился поучаствовать О чем ты просишь, конечно, тема довольно-таки деликатная Тем более среди ночи Согласен, деликатная и, может быть, не очень корректная Но я считаю, что лучше вот таким вот образом людям показать Как работают мошенники Они расслаблены, они думают, что это где-то в интернете Что с ними это никогда не случится Я хочу показать, что конкретный человек Может попасть конкретно на деньги У меня есть персональные данные Ушакова Наталья Петровна Год рождения Адрес, где она проживает Ее муж Уж неужели в наше время так вот Муж сейчас в командировке Он дальнобойщик В общем, надо ввести в определенное состояние Это тебе для подсказки Вот телефон, звони Задача вытащить 100 штук И сделай, пожалуйста, так, чтобы Я мог записать на громкой связи У меня, кстати, ребята там во дворе стоят Я там слежу за ней Посмотрим на ее действия Ну, давай, хорошо Моя знакомая Нина Организовала псевдолотерею Я на живом примере прям покажу Как мошенники могут использовать ваши персональные данные Супруга Наталья Петровна Муж Валентин Дальнобойщик Задача вытащить 100 штук Давай, хорошо Здравствуйте Ушакова Наталья Петровна Семьдесят четвертого года рождения Все верно? Да Наталья Петровна Скажите, пожалуйста Валентин Битрович Вам кем приходится? Да, ну, какой муж? Муж, а где он сейчас находится? Так, где в командировке? Ваш супруг попал В довольно-таки деликатную ситуацию Я сотрудник Я сотрудник органов Ваш муж совершил очень серьезное преступление Валя Валя Ваш Валя покалечил человека Причем достаточно сильно Вы шутите? Ну, какие тут шутки-то Вашему супругу грозит Серьезное наказание уголовное От меня зависит очень многое Как я его оформлю Либо он будет как свидетель Либо он будет как обвиняемый Если он пойдет как обвиняемый Тот человек, которого он покалечил Находит сейчас в реанимации Показите, Показите Вы точно о Вале говорите? Ушаков Валентин Дмитриевич Да Семьдесят четвертого года рождения Все верно? Ваш супруг, да Если потерпевший умрет Вашему супругу грозит Вашему супругу грозит Восемнадцать лет Тюрьмы Вот Подождите, ну Надо как-то разобраться Как-то Что я могу сделать в этом случае? Цена вопроса Сто тысяч рублей Разбираться мы будем Следующим образом Я согласна, да Да Что вам сейчас нужно сделать? Не вешай трубку, Наталья Петровна Если трубку повесишь Я твоего мужа закатаю По полной программе У тебя есть такая сумма? У тебя Я не буду вешать трубку Я не буду так Деньги Цена вопроса Сто тысяч рублей У меня дома таких денег нет Но у меня Вы найдете на карточке Да Так я могу снять Я могу снять Прекрасно, прекрасно Сейчас собираешься? Сейчас собираешься Сейчас Хорошо, сейчас Дань, одевайся Идешь до ближайшего банкомата Трубку не вешай, чтобы я тебя слышал Хорошо Трубку Я уже не одеваю Содевайся Так, все сделаю Сейчас Сейчас, да Я уже обрываю Так, что? Так, хорошо Чтобы я постоянно тебя слышал Трубку не вешаешь Я не бросаю Нет, нет Ага Все, я закрыла дверь Так Я уже у лифта В лифт не садимся В лифт не садимся Пешочком Пешочком по лестнице идешь Чтобы я тебя слышал постоянно Да, да, да Я здесь Да, я спускаюсь Я иду Вы хочешь спать? Чтобы я постоянно тебя слышал Трубку не вешай Да, да Все Так, банкомат Ага Все Я заеду Я уже бегу к банкомату А дальше что? Дальше подо мне Дальше, дальше Не вешаешь трубку Идешь, снимаешь деньги Да Да Я уже подоходу Если Я здесь Я здесь Я здесь Вы меня слышали? Я слышу, слышу Самое главное, чтобы я тебя слышал Стой, стой, стой Сейчас мы подъедем Здесь я перехватил Вот, кажется, она идет Наталья Петровна Остановитесь Я сейчас Я сейчас отдам Успокойтесь Не нужно никому ничего платить Никому ничего платить не нужно Вы стали жертвой мошенников У вас в телефоне есть человек Который представился сотрудником И говорит, что ваш муж совершил преступление Это не так Вешайте трубку Его нет Алло Вешайте трубку Его нет Все Успокойтесь, пожалуйста Звоните мужу С мужем все в порядке Звоните прямо сейчас Алло Валя Валя, ты где? Нет, нет Спи Спи, спи Вот видите Вот видите Все в порядке А вы кто? А вы волновались Меня зовут Влад Чижов Я как раз занимаюсь тем Что всяких прохиндеев Вывожу на чистую воду Просто мы снимали сюжет Для реалити-шоу Хотели на примере На вашем показать А как мы-то? Откуда вы нас знаете? Я вас знаю Очень все просто Помните Вы оставили свои персональные данные Когда принимали участие в лотерее На утюг, на пылесос, на стиральную машину Да, возле метро мы заполняли Вы очень опрометчиво оставили данные Незнакомым людям Неужели из-за этой бумажки Так и есть Так все могло получиться Так и есть Но лучше мы Главное, что с Валей все в порядке С ним все хорошо Но главное, что мы на вашем примере Людям объясним Нельзя так легкомысленно относиться К раздаче своих персональных данных Нельзя И когда у вас такие Такого рода телефонные звонки Всегда Всегда перезванивайте Своим родным Никого не слушайте Перезванивайте Очень надеюсь на то, что вы меня простите И разрешите это все использовать В моем реалити-шоу Я думаю, что это всем поможет Хорошо, конечно Простите еще раз И в качестве извинения Я хочу вам вручить пылесос Сейчас я вам его отдам Поверьте на слово Этот пылесос не стоит ваших волнений Ну, просто уж так получилось Тяжело? Сейчас наш человек вас отвезет до дома Будьте осторожны, пожалуйста Не раздавайте своих персональных данных До свидания Да, жестко получилось с этой Натальей Петровной Если не сказать жестоко Но может оно и к лучшему Может быть после этого вы поймете Что все вы под боем Вы, ваши родители Ваши дедушки и бабушки Вы все под боем Каждого из вас можно развести Ввести в состояние транса И получить деньги Что только преступники не придумывают Ваш отец сбил девушку на дороге Или там вашего внука приняли с травкой Все эти беды Начинаются от того Что вы не задумываясь Раздаете свои персональные данные Наталья Петровна Рассказала о себе все Кто такая, где живет Про мужа рассказала Год рождения Этого достаточно для того Чтобы манипулировать в разговоре Основной совет Не давайте никогда Свои персональные данные Не заполняйте вы этих анкет Вам это не нужно Если уж вы попали в эту историю У вас всегда есть возможность Позвонить своим близким Пожалуйте, что плохая связь Ой, простите, прервалось И в этот момент Звоните близким И узнавайте, что происходит На самом деле Но самое главное Как только вы соглашаетесь Дать взятку С этого момента Вы соучастник Не забывайте про это Я благодарю всех Кто смотрит мое реалити-шоу Я очень рад Если все темы Которые мы с ребятами отрабатываем Вам полезны Если вы считаете Что это важный опыт В вашей жизни Я также благодарю тех Кто пишет мне в блог Кто-то с благодарностью Кто-то делится своей болью Кто-то рассказывает О каких-то случаях И кедняках Чтобы я это в дальнейшем Отработал Я знаю, что отвечаю На ваши письма очень долго Прошу за это прощения В ближайшее время Я запланировал себе Пару выходных Поэтому обещаю Все письма Перечитаю По цену юристов И каких нужно спецов И на все письма Обещаю ответить Что-то Бензином льет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok